Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и главное сегодня. Отправили в объезд на бульваре архитекторов, закрыли для движения еще один перекресток, с чем связаны ограничения. Осенние пейзажи среди жаркого лета. Несмотря на регулярный полив, больше 70 деревьев на улице Конева буквально иссохли, ветки просто крошатся в руках. Листопады в центре Омска, из-за чего деревья, высаженные несколько лет назад, умирают и можно ли их реанимировать. Жемчужно деревянного зодчества среди каменных джунглей. Сейчас мы снимаем поврежденный слой краски для того, чтобы в последующем покрыть новым слой краски. Омские волонтеры реставрируют здание времен русской революции, воплотившее в себе элементы классики и модерна. Как присоединиться к проекту? Бонусом к диплому гарантированное трудоустройство. Павлоградскую ЦРБ, где я буду работать не менее трех лет. В Омском медуниверситете выпускной, где дипломерных специалистов уже ждут и какие премии обещают новым студентам омских вузов. И семейная идиллия в экоцентре. Мама держит дистанцию от всех, а папа нас всех пытается напугать. Птенцы черных лебедей, появившиеся на свет сутки назад, уже гуляют по вольеру. На левобережье перекрыли движение на оживленном перекрестке. Речь о пересечении бульвара архитекторов с улицей Крупской. Сейчас проехать здесь можно только в направлении метромоста Лукашевича и Шаронова. Дорожники установили временные знаки и пластмассовые ограждения. Движение транспорта ограничивали в несколько этапов. Сегодня подрядчик расширил зону строительно-монтажных работ и начал фрезеровать асфальт на этом участке, чтобы затем разобрать старую дорогу до основания. Напомню, в рамках масштабной реконструкции проезжую часть бульвара архитекторов расширят до четырех, а на отдельных участках и до шести полос. Также проведут ремонт инженерных коммуникаций, смонтируют троллейбусные сети, оборудуют 15 остановок и две парковки. Добавлю, что сейчас доступными для транспорта остаются два ключевых перекрестка пересечения бульвара архитекторов с улицами 70 лет Октября и Степанца и с улицей Крупской. Почти на год перекроют движение и на Комсомольском мосту капремонт сооружения начнут в октябре 2025 года. Изначально в мэрии планировали уложиться в 4-5 месяцев, однако этот срок придется увеличить, пояснили специалисты архитектурно-градостроительного комитета. Впрочем, чтобы не допустить транспортного коллапса, перед ремонтом эксперты Дептранса проведут математическое моделирование транспортных потоков. О том, как изменится движение в центре города, предупредят заранее. Шаровидные ивы, украшающие Любинский проспект в разгар лета, сбросили листву. Аномалия коснулась семи деревьев. Куда хуже ситуация на улице Конева. Там засохли несколько десятков сосен, погибли и молодые березы. Из-за чего деревья, высаженные несколько лет назад, умирают, и можно ли их реанимировать вместе с экологами и агрономами, разбиралась Валентина Шемякина. В середине июля Любинский проспект неожиданно украсили осенние пейзажи. На лужайке голые деревья и высушенные листья. А раз в горе лета напоминает лишь зеленая трава. Регулярные поливы ситуацию не спасают, да и проблема может быть совсем не в дефиците влаги. Говорит агроном с пятилетним стажем Татьяна Матвиенко. Ничего не видно. Только если под низом какой-нибудь строительный мусор, что не дает корневой системе разойтись. Разбирается с проблемой целая делегация специалистов. Ученые, агрономы, озеленители, экологи и службы дорожного хозяйства. Говорят, эти деревья уже не спасти. Менять будем, конечно. Здесь однозначно будет высаживаться и ваше ровидное. Потому что улица оформлена в едином стиле. Поставщик определится по результатам торгов. Сейчас на заявку готовим. Та же губительная участь накрыла сразу несколько других районов города. Общие потери хвойных и лиственных исчисляются сотнями. Несмотря на регулярный полив больше 70 деревьев на улице Конева, буквально иссохли ветки, просто крошатся в руках. И это касается не только сосен, но и берез, что находятся посреди оживленной магистрали. По мнению специалистов, именно оживленный машинопоток и мог стать причиной гибели деревьев. Есть еще одна версия. Развиваться молодым насаждением могут мешать постоянные ветра и солнцепек. Надо понимать, что тут еще и место специфическое. С точки зрения физико-химических условий здесь сушь, ветра. Такая продуваемая местность. Поэтому обеспечить необходимый влажностный режим здесь достаточно тяжело. Удалять из-за повреждений весь массив не будут. Лишь некоторые участки. Остальные подстригут и подвяжут. Это касается не только улицы Крупская, но и Лукашевича. Здесь страдает еще 43 сосны. Здесь, наверное, одни из максимально тяжелых условий. Вообще для посадки, для произрастания деревьев. Вот видно, что те люди, которые высаживали это все, предпринимали меры ухода, они сделали все максимально грамотно, качественно. Предугадать исход в таком деле почти невозможно, говорят агрономы. Работать приходится только с последствиями. Специалисты из зеленой комиссии ищут разновидности древесных пород, для которых климатические условия и внешние факторы городской среды Омска будут комфортными. К таким относят яблони, клены и черемуху. Валентина Шемякина, Сергей Ленвейбер, 12 канал. Водителям Омского пассажирского транспорта подняли зарплату, гарантированной минимум 70 тысяч рублей. Плюсом пойдут надбавки за стаж, квалификацию и отработанные часы. Повышение действует с 1 июля, поэтому уже в следующем месяце водители получат ощутимую прибавку. Добавлю, что вопрос перерасчета зарплаты в этой отрасли обсуждался не один месяц из-за острого дефицита кадров. Как отметил мэр Сергей Шелест, индексацию с учетом инфляции планируют проводить ежегодно. От короткого замыкания ущерб в десятки тысяч рублей. Крупный пожар произошел в центральном округе Омска. Проводку замкнуло под капотом одной из иномарок. Машина, припаркованная вблизи гаражей, загорелась. В считанные минуты пламя перекинулось на другие постройки. Огнем повредило и стоявшие рядом автомобили. Площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. В Омске восстановят деревянный дом на Октябрьской улице. Здание построено во времена Первой русской революции. Интересно тем, что сочетает в себе элементы классики и модерна. Работы ведут в рамках проекта сохранения исторической городской среды «Томсуэрфест». Поклонники старины заявляют, что восстановленный дом станет настоящим украшением кирпичных джунглей. Денис Жарков продолжит. Работа несложная, но монотонная. Все декоративные канавки нужно тщательно зачистить, чтобы сохранить рельеф. Дом на Октябрьской 104 станет шестым по счету старинным зданием, которым участники фестиваля «Томсуэрфест» вернут первозданный облик. Сейчас мы снимаем поврежденный слой краски, для того, чтобы в последующем покрыть новым слой краски, прошлифовать древесину. Наши предки своим рубанком врезали такие замечательные узоры, и мы всеми силами стараемся их сохранить. Карина, будущий архитектор, участвует в «Томсуэрфесте» второй год. Девушка хочет сохранить для будущих поколений исторические достопримечательности. Этот дом, по мнению волонтеров, настоящая жемчужина. Изысканный внешний вид, несмотря на смешение стилей. Краеведы увидели здесь влияние и барокко, и модерна, и арнуво. Этот дом остался последним среди каменных джунглей. То есть вокруг мы наблюдаем советскую, либо современную кирпичную застройку. Абсолютно со всех сторон он окружен уже современным городом. И поэтому мы немножко просто обязаны его взбодрить, чтобы он выглядел не позором и не чем-то, от чего нужно избавиться, а чтобы он выглядел украшением города. Об истории дома известно мало. Построен примерно в 1905 году. Кто здесь жил до революции, неизвестно. Можно лишь предположить, что человек зажиточный, хотя и не богач. Например, купец средней руки или небольшой начальник. Сейчас дом двухквартирный, одна из них пустует. Здесь волонтеры сделали свой штаб. Тут же хранят зашлифованные ставни. Это дерево, которому больше 100 лет. То есть лиственница сохранилась, и она простоит еще 100 лет и больше. И самое интересное, что мы первые, кто вновь видит это дерево спустя 100 лет. До этого оно было, получается, скрыто от взора горожан многими слоями краски. Работа волонтерам предстоит много. Восстановить наличники, зачистить от старой краски фасады ставни, сделать карниз, подлатать крышу. Закончить планируют в сентябре. В будние дни волонтеры работают с 6 до 9 вечера. В выходные с 14 до 17 часов. Присоединиться к участникам Томсуэрфеста может любой желающий. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 кан. Сохранят строители и архитектурный облик еще одного здания, несмотря на то, что во время капремонта им придется фактически возвести его с нуля. Речь о 88-й гимназии. Реконструкцию образовательного учреждения подрядчик планируют завершить к началу следующего учебного года. Сегодня мэр Омска Сергей Шелест лично проконтролировал ход строительства. Сейчас к объекту подведены коммуникации, завершены работы по устройству цокольного этажа, ведется кирпичная кладка стен здания. Их толщина составляет 77 сантиметров. Это значит, что строение будет надежным, с теплой и шумоизоляционными свойствами. На ремонт школы направят более 380 миллионов рублей. На площадке трудятся около 50 человек. 88-я гимназия, 2019-го года она закрыта была, в 2020 году была признана аварийной. Было принято решение не производить работы по укреплению стен, потому что старый ненадежный фундамент. И нельзя было дать гарантию, что школа будет долго и стабильно работать впоследствии. Надеюсь, что мы получим в этом году контур, полностью тепловой закроем. И в следующем году постараемся сделать прекрасный подарок для наших детей, родителей и учителей. На сегодняшний день строительная готовность объекта 7%. Через 10 дней полностью с нулевого цикла мы выйдем и начнем, приступим к перекрытию подвала и в отведении кирпичных стен первого этажа. Ну а на следующий год уже будет второй этап капитального строительства, это внутренняя отделка. Напомню, что капитальный ремонт здания гимназии начали еще два года назад. Планировалось, что работу завершат в декабре 2023-го. Однако строители обнаружили ранее неучтенные дефекты, аварийное здание разобрали до фундамента, а проект капремонта скорректировали. Долгожданное событие для православных верующих. Воскресенский военный собор осветили великим чином. Богослужения провели и митрополитомский Таврический Дионисий, и епископ Калачинский, и муромцевский Силуан. Во время таинства храму передали особенную благодать, преобразующую его из простого здания в дом Господень. Освящение приурочили к празднованию Тихвинской иконы Божьей Матери, чтимый список которой находится в храме. Воскресенский военный собор – первая каменная церковь города, заложенная в центре Второй Омской крепости 8 июня 1769 года. В 1958 году храм был разобран, а в 2016-м восстановлен по случаю 300-летия Омска. Сегодня после таинства освящения наградили тех, кто принимал непосредственно участие в восстановлении собора. Все выдающиеся люди, которые с городом связаны, в городе бывали по своей воле, не по своей воле, как Федор Михайлович Достоевский, все так или иначе Воскресенский собор посещали. И не просто посещали, а молились там Богу. И поэтому вот сегодняшний такой аккорд, завершающий воссоздание Воскресенского собора, это, безусловно, очень важное событие. Это красивейший обряд. Я впервые присутствовала на таком интересном, большом освящении. И сначала митрополит сколачивал престол, затем проходила процедура его освящения, а потом крестный ход и затем молебен. И вот за эти три часа действительно была возможность не просто помолиться Богу за себя, за родных, близких, за тех, кто сегодня защищает Отечество. Черные лебеди в зоопарке Омского экоцентра стали родителями. Случилось это в День семьи, любви и верности. При этом птенцы, которые появились на свет только сутки назад, уже осваивают вольер и привлекают внимание гостей зоопарка. Как себя чувствуют малыши, чем питаются и останутся ли в Омске, когда вырастут, узнала Наталья Семенова. Малыши пока не очень похожи на лебедей. Со своим серым пушистым оперением они больше напоминают гусят. Но для папы с мамой они, безусловно, самые красивые и родные. Потомством черные лебеди Кай и Герда обзавелись в знаменательный день – 8 июля, когда отмечается праздник Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Совпадение знаковое, ведь и сами лебеди – символ любви и верности. О птенцах родители заботятся вместе. Лебедята находятся только с мамой, рядом с ней, ни на шаг не удаляясь. Отдыхают, они стараются либо у него на спине, либо под крыльями. Мама держит дистанцию от всех, а папа нас всех пытается напугать. Если мы попытаемся приблизиться, у нас атакуют. Несмотря на то, что вылупились лебедята всего сутки назад, развиваются они чрезвычайно быстро. Уже сейчас уверенно плавают, пообедав водорослями, зеленью и одуванчиками. Отдыхают пернатые детишки, зарываясь поглубже в уютные мамины перья. У посетителей зоопарка семья черных лебедей вызывает особый восторг. Тут появились новые лебедята, и мы не можем с ребенком отойти. Постоянно смотрим, ходим и рассматриваем, нравится очень. Черные лебеди родом из Австралии. Европейцы впервые увидели их в самом конце 18 века. До этого момента считалось, что лебеди бывают только белыми. Красавцы с черным оперением быстро завоевали любовь и популярность. Сейчас их можно встретить в зоопарках и частных хозяйствах всего мира. Черного лебедя мы сегодня увидели, вот поэтому рады, интересно. Белые как-то попривыкали, а черного мы видели первый раз. Ну, красавицы с детками, видно, что ухаживают за ними. Лебедята обретут черную окраску только к годовалому возрасту. В Омске они не останутся. В нашем зоопарке не хватит места для целой стаи лебедей. Как только птенцы подрастут, им начнут подыскивать новый дом. Но это еще впереди. А пока они наслаждаются теплой погодой и родительской заботой. Наталья Семенова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части выпуска. Бонусом к диплому гарантированное трудоустройство. Павлоградскую ЦРБ, где я буду работать не менее трех лет. В Омском медуниверситете выпускной, где дипломерных специалистов уже ждут. И какие премии обещают новым студентам омских вузов. Новые возможности для бизнеса всех масштабов в Омске может появиться индустриальный технопарк. И вовремя пришли на помощь. А Мичка спасла бездомную собаку от инвалидности. Теперь помощь нужна другим обитателям приюта. У него очень серьезные проблемы с желудком, поэтому ему нельзя жить на улице. То и как может помочь. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Правоохранители задержали Амича, который задушил родственницу и выбросил ее телом на берегу реки. Совершил убийство. Оборугались почему? Ну, из-за того, что я его подруглял на наркотики. Задержание прошло по горячим следам. Мужчину поймали в ломбарде, когда он пытался сдать ювелирные украшения погибшей. Причиной жестокой расправы стал конфликт. Ссора переросла в драку. Тело уже мертвой женщины подозреваемый увез на ее машине к реке. Но на обратном пути попал в серьезное ДТП. Бросил автомобиль и скрылся на попутках. Однако уйти от ответственности не удалось. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование. И к другим темам. Больше 250 молодых специалистов пополнят ряды работников регионального здравоохранения. Сегодня им вручили диплом об окончании Омского медицинского университета. Карьерные планы у молодых врачей уже определены. Так что вполне логично, что торжественную церемонию вручения дипломов прервало предложение руки и сердца. Анна Лукинец продолжит. Такого поворота событий выпускница медицинского университета точно не ожидала на церемонии вручения. Молодой человек делает ей предложение. И это в присутствии 258 однокурсников. Все экзамены позади и вот он, долгожданный выпускной. Арина Величко дело всей жизни выбрала не 6 лет назад при поступлении, а еще в младших классах школы. Сегодня победа в руках. Арина – дипломированный терапевт. Я учусь по целевому направлению, то есть уже отучилась. И сейчас я поеду по своему договору в свой район, откуда я родом, в Павлоградскую ЦРБ, где я буду работать не менее трех лет. Спрос на врачей в Омской области сегодня высокий. Поэтому каждому из этих ребят будут рады в больницах города и региона. Поскольку на нашей больнице имеются две клинических кафедры. Кафедра постдипломного образования, хирургическая кафедра и филиал кафедры внутренних болезней. Мы сейчас будем набирать опять новых клинических ординаторов. Ребята, хочу напомнить, средний балл 5-0. Эту минуту славы Елена Логинова точно запомнит надолго. Говорит, не зря 6 лет ночами корпела над учебниками. О красном дипломе в будущий врач не мечтала, а упорно шла к этой цели. Мне приносят участие помогать людям. И профессия врача полностью этому соответствует. Медицинский университет уже более 100 лет выпускает высококвалифицированные кадры. Об уровне подготовки специалистов говорят высокие рейтинговые позиции учебного заведения. 100% выпускников по окончании университета трудоустраиваются. Причем не только в нашей области, но и во всех регионах России. И уже заслуженно наш вуз входит в сотню лучших высших учебных заведений страны. Хотела бы сказать, что мы вами очень-очень гордимся, потому что вы смогли преодолеть этот сложный 6-летний этап в своей жизни. Ну вот сказала сложный, сама же улыбнулась, потому что на самом деле столько всего было интересного, замечательного, хорошего. Мы уверены в вас, мы ждем вас. И профессия врача уж так заложена, что обучение идет через всю профессиональную жизнь. Ну и пожелать вам хочется яркой, плодотворной жизни. Количество бюджетных мест для абитуриентов «Нового потока» 422, в том числе и по целевым направлениям. Также впервые создана программа «Губернаторский кадровый резерв», по которой расходы на подготовку будущих врачей возьмет на себя правительство региона. Анна Лукинец, Сергей Гаврилов, 12 канал. Тем временем студенты-высокобальники, которые поступят в Омские вузы, получат губернаторские выплаты после окончания первого курса, то есть в 2025 году. Об условиях предоставления поощрительной субсидии рассказал сегодня на пресс-конференции министр образования Омской области Иван Крот. Отмечу, что данная мера соцподдержки не является стипендией, поэтому выплачивается с учетом налога. Высокобальники, кто набирает от 240 баллов и выше и поступает в Омские вузы, они получают премию от губернатора, вот меру социальной поддержки от 30 до 120 тысяч рублей. Мы предусмотрели такую же меру соцподдержки и ребятам по двум экзаменам, только там баллы скорректированы. По двум экзаменам не 240, как по трем, а от 160 баллов и выше, они также могут получить меру социальной поддержки в виде премии от губернатора от 20 до 80 тысяч рублей. Максимальный балл по ЕГЭ в этом году получили 56 работ, это на 12 больше, чем в прошлом. Что касается нововведений, впервые в этом году школьники смогли пересдать один из предметов ЕГЭ по собственному желанию. Напомню, что прежде это можно было сделать только по двум основным предметам русскому языку и математике, и только если ученик не набрал по ним минимальный балл для получения аттестата. В Омске может появиться индустриальный технопарк для машиностроителей. Об этом губернатор Виталий Хаценко договорился с инвестором. Переговоры прошли на полях промышленного форума и на Пром-2024. Компания «Инвестор» является одним из лидеров машиностроительной отрасли. Примеры таких парков есть в других регионах России. Это совокупность производственных и офисных площадей с полностью подготовленной современной инфраструктурой. Кроме того, технопарк может стать общей площадкой для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В ближайшее время будет определена территория, где и построят технопарк. Не просто спасли от инвалидности, а сохранили жизнь. В городском приюте для бездомных животных выходили собаку, у которой из воспалившейся раны торчали металлические болты. Сейчас пес проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку. А вот другим обитателям приюта нужна помощь. Обо всем подробно Регина Бузарова. После тяжелой операции Джулька еще приходит в себя. Узнает только Галину Щербинину. Именно она помогла спасти животное от инвалидности. Джулька – собака с характером, но вот к добросердечной амичке идет не раздумывая. Особенно рада любимому лакомству. Рано на лапе заживает, виднеются лишь нитки. Галина говорит, при первой встрече с собакой пришла в ужас. На лапе Джульки из-под кожи торчал металл. Первая мысль – над четвероногой беднягой издевались живодеры. Много пришлось ей вынести. Она все на улице живет. Но теперь уже у нее есть домик. Мы там сделали ей домик. Она будет жить в домике. Устроить судьбу Джульки помогли волонтеры приюта. Сразу отправили хвостатую на рентген. Обследование показало, для собаки это уже не первая операция. В лапе была установлена металлическая пластина, которая когда-то давно помогла перелому срастись. Но спустя годы начался обратный эффект. Сейчас она по каким-то причинам собиралась, по каким-то причинам сейчас эта пластина начала торгаться. Мы не знаем, что случилось, но возможно собака осталась бы без лапы. Всю металлическую конструкцию успешно извлекли. Но вот болты и пластина больше похожи на строительные материалы, комментирует Амичи в соцсетях. На что ветеринарный врач поясняет, возможно, прошлую операцию провели кустарным методом. Вот сейчас используются другие пластины специально для животных. Может быть, у людей такие же пластины. Но время-то идет, все меняется, делается что-то новое, что-то удобное. Сейчас четвероногая пациентка соседствует с другими подопечными волонтеров, принимает антибиотики и другие препараты для восстановления. Здесь она пробудет еще пару недель. А вообще поток четвероногих, которым нужна помощь, не прекращается. При этом отпускать на волю таких хвостиков сотрудники учреждения не тропятся. Говорят, просто не выживут. Опекуна ждет и этот малыш. Он очень добрый и отзывчивый. У него очень серьезные проблемы с желудком, поэтому ему нельзя жить на улице. А еще у пса очень символичное имя. Его зовут Доминоша. Доминоша, дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Доминоша, умничка. Значимое событие для приюта на наших глазах забирают малыша Юлика. Он был отловлен неделю назад и уже сегодня едет домой в новую семью. Регина Абузарова, Павел Акохов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра 10 июля в Омске малооблачно без осадков. Ночью до плюс 19, днем до 28 градусов выше нуля. В районах переменная облачность без осадков. В ночное время до плюс 18, дневная температура 24-25 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова